23 февраля. Праздник не только для армейцев, но и для всех тех, кто служил на воде и под водой. В нашем городе история ВМФ посвящен целый музей. Об этом уникальном месте были наши многочисленные репортажи и передачи. Но в этот раз мы поговорим, конечно, о людях. Наверное, вы уже догадались, о ком будет наш новый выпуск передачи «Лица Сарова». У нас в гостях Сергей Яковлев и ветерана ВМФ Виктор Ваняев и Геннадий Бычков. Каюта подводной лодки чем-то напоминает купе-вагона, только с низкими потолками, окон нет, на протяжении нескольких месяцев без всплытия. Строгая дисциплина и распорядок дня. Места мало, особо не разгуляешься. И даже спортом заниматься здесь врачи не рекомендуют, так как под водой в отсеках повышенное содержание кислорода, и это может привести к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы. Дефицит прессы, будем говорить так, да, чтения. То есть вот я когда уходил в автономное плавание, ну то есть это все делали, не то, что я это делал, да. Мы брали чемодан. Брал чемодан вот такой. Чем он был забит? Не вещами. Там лежали книги. Книги. Просто книги, да. Ну иногда мы даже брали с собой там конфеты, там в арене. Бывают экстремальные ситуации, когда оговорят сигнал и боевой, и аварийной тревоги. То есть, допустим, там у нас было и поступление воды, и задымление. Ну вот, как бы я считаю, что вот лично мне с моим экипажем повезло, что у нас не было таких случаев, которые приводили к гибели личного состава. То есть мы никого не потеряли. И лодка осталась на плаву, и те неисправности, которые были, они были исправлены. То есть они не привели. Хотя случаи у нас были. То есть и гибели моряков, и выгорания отсеков. То есть люди живем погибали. То есть это было, конечно. То есть поэтому служба, она такая и тяжелая. Морская биография Сергея Михайловича Яковлева начинается с детства. Как он сам говорит, в том, что он стал военным моряком, виноваты его родители. Будучи на последнем месяце беременности, мама отправилась на речном катере по реке Томь к бабушке Сергея Михайловича в моряковский затон. Там в ночь после приезда и родился будущий моряк. С детства Сергея Яковлева привлекали корабли и водные стихии. Мальчиком он все время мастерил парусный транспорт из различных материалов. Часто маленький Сергей проводил время на берегу Томи и смотрел на речные корабли. И мечтал, что однажды и он пойдет по воде на своем судне. А потом закончил школу, но правда к этому я готовился. То есть я прекрасно понимал, что хочу быть военным моряком. Готовился, то есть активно занимался спортом, чтобы было хорошее здоровье. Был чемпионом города, стал по биатлону. С ее юношей. Читал очень много. Ходил в билотеку городскую, такую же, как он здесь. Прочел все, что было, про море. Я у них прочел. И мне даже отдельно скапливали книги, когда приходили о новой земляре, о моряках, о море. Они просто оставляли, я уже знакомился, собственно говоря. И когда наступил как раз взятый класс, я после взятого класса поехал в город Владивосток и поступил в Тихьянское высшее военно-морское учреждение и Степанович Макарова на второй факультет. Это рейтинческий факультет, так называемый, по специальности рейтинческого вооружения подводных лодок. То есть это гидроакустика, радиолокация и связь. Хотя изначально Сергей Яковлев хотел поступать на штурманский факультет, но в последний момент решение свое поменял. После пяти лет учебы на Дальнем Востоке Сергея Михайловича для дальнейшего прохождения военной службы направили на Северный флот в 7-ю дивизию атомных подводных лодок в поселок Ведяево Мурманской области. Прослужил там Сергей Яковлев до 91-го года. Был участникам трех боевых походов в Средиземном море, в том числе два похода без плытия. То есть как мы погрузились на Северном флоте, ушли, ушли в Средиземное море, то есть через Атлантику в Средиземное море, вошли там месяц, погоняли американцев, а потом вернулись назад. И только на Севере опять всплыли. Боевые походы, когда вы при полном вооружении, лодка уходит в море, есть боевая задача. То есть наша задача была дать вести слежение за цену ударной группы американцев, то есть у них большой авианосец и в составе охранения кораблей своих. И в случае начала войны, то есть или по сигналу из Москвы, мы должны были нанести удар ракетами по авианосцу и уничтожить. А пока учился в военовском училище, я был участником похода. Мы ходили в Индию, тогда в город Мадрас. Так что мне впечатлилось побывать и на АТОВ, то есть в Тихий окон пройти, да, в Индийском побывать, в Атлантике, но только под водой, правда, да, и на Северном флоте. То есть, видите, очень хорошая география. В 1991 году Сергей Яковлев приехал в город Саров и стал работать по направлению обеспечения безопасности во ВНЕФ. В 2011 году мужчина ушел в запас со званием капитана второго ранга. Своей морской службе наш герой отдал 34 года. Я довольно начал продвигаться по службе. То есть, начал с командира группы, потом командирами уже в смысле стал командиром боевой части 4, начальником РТС. Вот как раз, первый раз ходил тогда на боевую службу в Средиземное море в этом качестве. Потом приходилось замечать и фламовского специалиста по связи, и РТС в дивизию своей любимой. У нас были случаи, когда у нас наш торпедолов, то есть, когда мы выходили на торпедную стрельбу, лодка выходит. Естественно, торпеду мы выстреливаем учебную, и она потом проходит определенное расстояние и всплывает. Ну, то есть, она, потому что нельзя ее терять, она стоит больших денег для государства. И поэтому приходят, так называемые, корабли-катера, торпедоловы, которые вот вылавливают эти торпеды, значит, к себе погружают на борт, а потом они перевозят в базу, собственно говоря. И вот было такое, что вот у нас один торпедолов, участник был торпедной стрельбы в полигоне, и пока не ждали, пока мы выстрелим, они так по растерянности зашли в территориальную воду Норвегии. Да, к ним потом очухались, когда увидели, что к ним идет пограничник морской Норвегии с сигналами, приказом остановиться. Ну, вот они быстро развернулись и дали деру. Да, ну, успели вернуться за территорию нашей границы, в смысле уже в наши стильные воды войти. Вот, ну, и вот с тех пор их звали норвежский комсомолец, у них была кличка. В 1984 году, в декабре месяце, мы должны были испытать новые зенитно-ракетные комплексы на одном из обновленных кораблей, тогда Северного флота, и ушли. И, кстати, Новый год, вот, Новый год скоро, а мы уходим в море для ракетной стрельбы. Ну, все загрузили, потом мы ушли, то есть встали за Кольский залив, значит, в районе Гремихи корабль стал чуть повыше Мурманска туда, и вот мы двумя ракетами нанесли условно, ну, не условно, то есть они фактически полетели, ракеты были учебные, одну ракету он сбивает, а вторая прилетает над ним, получает повреждения, и она поворачивает сначала в ту сторону Мурманска, потом от Мурманска уходит, и все летит, открывается ракета. Вы представляете, и она прилетела, значит, норвежскую границу, финскую, и упала в одном из озер Финляндии. Там у нее был шок, прилетела от Советского Союза, прилетела ракета, упала, значит, ее там вытащили, при том рыбак, который сидел там, рыбачил Финну, значит, и сообщал о том, что что-то с неба упало и провалилось. Там даже они сначала не поверили, что это вообще ракета была. Вот потом, значит, естественно, был скандал международный, и у нас в нашем экипаже в таблице подведения итогов за год висела такая цифра 2, двойка нам была поставлена, и было написано за стрельбу по территории сопредельного противника. На флоте есть поговорка – идешь в море на сутки, готовься на двое. Поэтому быть семьей моряка тоже, ой, как непросто. Лодка уходит на несколько месяцев. В это время никто не знает, где она находится, что с ней происходит, все ли живы-здоровы. Еще один наш герой программы – Виктор Федорович Ваняев. 40 лет прожил на севере, 10 лет был старпомом, а остальные 30 занимал должность капитана. Закончил речное Горьковское училище. Ходил по Волге от Москвы до Астрахани. Потом мужчину призвали на Северный флот. Там он служил на атомной подводной лодке «Азухе». Потом при колошении в командование получали новые пароходики. Я ходил в командировку, пригонял эти новые пароходы в Гаджи, в эту базу. И потом на разных судах работал уже вольнонаемный. У нас типа как военнослужащие почти, вот только погоны другие у нас. Участвовал в спасении, подъеме. Вы слышали, наверное, Курск погиб. 118 ребят молодых погибло. Отец Виктора Ваняева воевал на Дальнем Востоке. И в 45-м году получил медаль в честь победы над Японией. Бравое прошлое отца по наследству передалось и сыну. Я за свою жизнь двоих спас от смерти. Одного ребенка, когда работал на Волге, а второго, когда служил. Ребята ДМБ завтра уезжают домой, они немножко там. И он за борт упал. Хорошо я по трапу ходил, поднял его, вытащил. До сих пор мне благодарен, наверное, что я ему жизнь спас. Участвовал в пуске ракет, обеспечивал военно-морской флот. У меня был буксир-спасатель. Так что пришлось мне. И в шторм попадали, когда накрывало с головой через рубку волна. А Баренцово море – это коварное море. Оно не то, что там Волга, речка. Матрос Геннадий Николаевич Бычков – военный водитель. На Северный флот мужчина попал, когда его призвали на военную службу. За это время Геннадий Бычков проехал практически всю территорию Кольского полуострова. Из окна машины он увидел много нового и еще неузнанного. Посещал базы подводных лодок, катеров, аэродромов. Приходилось встречать главнокомандующего, когда я находился в группе обеспечения. Мне довелось возить в этой группе обеспечения начальника связи военно-морского флота, контр-адмирала Крылова. Они приехали в то время, когда у нас там случился форс-мажор. Метель сильная. Когда мы с аэропорта до Североморска добирались, ну, в нулевой видимости практически. Там видимость была где-то в пределах пяти метров. Но мы доехали. Нам нужно было обеспечить. Мы отвечали за безопасность наших отцов-командиров. А потом, вот когда мы здесь, меня привлекли сюда, в нашу общественную организацию, когда мне сообщили о том, что у нас есть в городе общественная организация ветеранов флота, и когда вот я вступил в эту организацию, начали заниматься музеем, делами музея, делами, как говорится, нашей организации, стали встречаться со школьниками, проводить военно-патриотическую работу с детьми. Ездили, вот мне приходилось выезжать с нашей выставкой и в Санкт-Петербург. Мы выставлялись в Центрально-Военно-Морском музее страны. Приятно, когда люди идут, видят, чем мы занимаемся. После службы Геннадий Бычков стал работать шофером уже на гражданке. Сейчас мужчины – члены городской организации ветеранов ВМФ. Организация появилась в Сарове в 2004 году, а в 2011-м силами членов и друзей организации открылся уникальный для нашего города музей военно-морской славы. Это место – живое продолжение морской мечты тех, кто когда-то предпочел зыбкие бушующие волны, спокойной и твердой земле. Море не отпускает их и по сей день. Когда я в 1991 году, когда я впервые попал в наш город, сюда, я начал искать офицеров или вообще моряков, кто служил на флоте и так нашел одного товарища, второго, третьего, четвертого, и мы начали дружить. То есть сейчас общаться у нас такое почувствовалось морское братство, собственно. А потом нам посоветовали сделать организацию, подтянуть себя моряков. Из 2004 года у нас образовалась организация, которую я до сих пор возглавляю. А с 2011 года мы, видите, уже стали… Была задумка сделать музей. С маленького музея, мы говорим, вот такого. И сейчас, видите, даже сюда мы уже не помещаемся. Стали довольно известны. Это говорит о чем? О том, что вот эта наша, ну, в смысле, или моя мечта стать моряком, она продолжается и живет до сих пор. И, как говорится, она, конечно, уйдет только месяц со мной. Вот как она родилась, эта идея, да? Она уйдет месяц со мной. И теперь, в принципе, я даже, может быть, и понимаю, что это где-то с… вот мой перевод сюда, появление именно в нашем городе в 1991 году, оно связано в том числе и вот с неместными силами, с нашим святым Федором Шаковым, потому что, ну, вот то, что мы сделали, в том числе по Шакову и с нашим музеем, это, конечно, стоящие исторические ценности и для нашей страны, для нашего города. Хотя, наверное, мы не предполагали. Да и сейчас мы так… Это сейчас нам уже с прошедших лет, мы уже оцениваем, что, да, сделана большая работа, она полезна, она востребована не только в нашем городе, она востребована в нашей стране. Мы давно известны за пределами нашего города. Вот только что мы вернулись с Мариэл, где в течение пяти дней мы демонстрировали высадку от Мариэл Шаков, а там прошло просто с аншлагом. То есть нас посетило больше полторы тысячи человек. За пять дней мы провели 48 экскурсий. Помимо того, что мы ведем дети здесь, у нас еще за нашими плечами, это как раз наша подшерта лодка Саров с 2007 года. В настоящее время, да, мы дружим с экипажем, поддерживаем отношения. Это единственная в горе структура, то есть это мы общественно-наглядцы ветеранов, которые очень тесно с ними дружат. Вот таких у нас в организации нет. То есть, возможно, не будет нашей организации, значит, все это конец лета, собственно говоря. И выставочную деятельность ведем. То есть я вам сказал, что вот с 2016 года, даже с 2015 года, когда мы впервые это показали на густыку нашего в городе, в Востополе, но с тех пор мы ездим по стране, она востребована, там что-то дарят, мы даем, то есть и у нас вообще поставлена такая задача перед каждым членом организации, когда ты где-то бываешь, в гостях, там, у друзей, ты на выезде, на отдыхе поехал, всегда помня, что мы собираем атрибутику военно-морского флота, то есть предметы, что-то еще. Поэтому вот это все, да, нам возят наши товарищи, зная того, что мы, допустим, по святому Федору Шакова привозят те же иконы, тарелки, там, знаете, где-то храм открывается. Ну, то есть, когда они понимают, что это связано с флотом, и, возможно, будет понадобиться нам, это все доставляется. Мало того, что сейчас нам даже, вот буквально только в январе месяце мы встречались даже, группа приезжала из Москвы, ночные волки, так называемые, да, любители у нас путешествий и общественной деятельности на байкера. И вот они тоже нам привезли подарок. Севастополь, это ядро, которое когда-то там использовалось с Ушаковым, с кораблей стреляли, пристреливали в районе Балаклавы. То есть им доставили, они нам привезли подарок, подарили. Так что у нас очень много друзей, товарищей по всей стране, которые знают о нашей деятельности, мы знаем о их деятельности, поэтому проводим часто совместные мероприятия. Это хорошо. Ну, закладываются определенные традиции, которые продолжаются. Допустим, у нас в прошлом году состоялся уже девятый автопробег по городу через Дневамирскую флоту. Это тоже было когда-то заложено. И вот в этом году у нас будет уже десятый, то есть такой юбилейный автопробег. В прошлом году, в честь десятилетия нашего музея, то есть мы даже ангазовали и сделали полуденный выстрел с Нарышкиной батареей Петропавловской крепости в городе Санкт-Петербурге. Представьте, да, в северной столице прозвучал выстрел через десятилетие музея города Сарово. Так что это тоже знаковое событие. Общественную городскую организацию ветеранов ВМФ Сергей Яковлев создал для того, чтобы быть полезными Сарову. Члены организации предлагали свою помощь и Краеведческому музею, и Музею ядерного оружия, и другим учреждениям. Тогда же прозвучала мысль о создании мундира Ушакова. Работа длилась в течение года. В это же время ветераны стали изучать местную историю, узнавать о других саровчанах, которые служили на флоте. Так постепенно набирался материал. Уже в 2006 году организация ветеранов ВМФ открыла памятник Ушакову у Дворца детского творчества. Краеведческий музей предложил инициативным морякам небольшой уголок для выставок. Но экспозиция стала расширяться и пополняться. Места в Краеведческом музее не хватало. Постепенно организация переехала в пустующий читальный зал библиотеки имени Маяковского и превратилась в полноценный музей, который известен далеко за пределами нашего города и даже за рубежом. Все, что делают мужчины в деле просвещения и воспитания молодого поколения на примере истории военно-морского флота и его святого покровителя Федора Ушакова, они делают безвозмездно, с широтой души, по всем следуя принципам самого святого адмирала. Наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории, познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16.